Председатель Совета депутатов Ленинского городского округа Станислав Радченко и представители территориального отдела Горки Ленинские поздравили с наступающим Днём Победы жительницу деревни Белиутова, бывшую несовершеннолетнюю узницу фашистских концлагерей Любовь Подосёнову. Здесь даже надпись «Спасибо за стойкость». Правда, это плед. Спасибо. Спасибо большое. Дай Бог вам здоровья всем-всем. Что не забывайте, бабушек. Это от администрации вам подарок и открытка от губернатора и от главы Ленинского городского округа. Все люди, пережившие войну, помнят бомбёжки, пожары и голод. За чашкой чая Любовь Григорьевна рассказала о своей нелёгкой судьбе, как в 1943 году, когда ей было всего шесть лет, она попала в концлагерь под Смоленском. Брат прибежал и говорит, мама, скорее, вы среди собирай. Там, говорят, немцы приехали. Ну, мы в чём были, то мы и вышли с улицы на улицу. А наших этих полицаев было, а откуда они только взялись? Больше, чем немцев. Это кошмар. Им приказали, поджигайте хаты. Раньше называли хаты. И хаты наши горят. Я кричу, мама, наша хата горит. Скотина рёт. Всё, вообще караул было. В это же время депутат Совета депутатов Максим Арапов вручил подарки и произнёс тёплые слова в адрес председателя общественной организации бывших малолетних узников фашистских концлагерей Любови Платоновой. От администрации Ленинского городского округа, от губернатора, от Совета депутатов, от меня лично. Да, спасибо большое. Поздравляем вас с праздником 9 мая. Спасибо большое. Вот. И хотим... Трудно. Да. Вам низкий профиль. Тяжёлое детство, полное испытаний навсегда закалила Любовь Ивановну. Сейчас она отдаёт всю свою энергию на развитие общественной организации и занимается патриотическим воспитанием подрастающего поколения. В преддверии Дня Победы она всегда испытывает сильнейшие эмоции. Необыкновенная счастье, необыкновенный подъём и необыкновенная благодарность вот нашему родному округу, родному городу и родным людям, которые мы... Мы действительно... Наш замечательный округ, мы как одна семья. Спасибо. Депутат муниципального совета Павел Русаков зашёл в гости к жительнице города Видное Наталье Минаевой. Женщина была благодарна за оказанное ей внимание и поддержку. Мы вас сегодня торжественно пришли поздравить. Спасибо вам огромное. С наступающим праздником Великой Победы. А во время войны Наталья Алексеевна жила в блокадном Ленинграде. Несмотря на раннее детство, события тех дней остались в памяти. Склады с продовольствием были сожжены и наступил самый тяжёлый период в городе, потому что наступил голод. Есть было нечего. И хотя мне было три года, я чётко помню, когда в три часа дня мне давали мои 125 грамм хлеба. Это я чётко помню. Местные власти обещают, без внимания накануне 9 мая не останется ни один ветеран. Дмитрий Книга, Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Продолжение следует...